Добрый день! Рада приветствовать вас на мини-лекции, которую мы проводим в рамках проекта Южного Федерального Университета «Простыми словами». Меня зовут Тимченко Екатерина Сергеевна, я доцент кафедры инклюзивного образования и социально-педагогической реабилитации Южного Федерального Университета, руководитель образовательной программы «Теория и методика работы с лицами с расстройствами аутистического спектра». И сегодня мы с вами простыми словами поговорим об таком сложном нарушении, как аутизм. Честно говоря, когда я готовилась к этой лекции, несмотря на то, что она очень маленькая, передо мной стояла очень сложная задача – рассказать коротко, понятно, доступно об этом сложном многогранном нарушении. И сегодня я решила остановиться на трех основных моментах, которые, как мне кажется, очень важно осветить. Во-первых, мы с вами ответим на вопрос, что такое аутизм и как он проявляется. Во-вторых, попытаемся разобраться, почему же сегодня набирает популярность такое направление в социальной сфере и в образовании, как работа с лицами с расстройствами аутистического спектра. Ну и в-третьих, конечно же, попытаемся ответить на такой вопрос, как же помочь людям, которым поставлен этот сложный диагноз. Итак, обратимся к первому вопросу. Что же такое аутизм и как он проявляется? Вообще, аутизм – это достаточно сложное нарушение. Тем не менее, люди, которые не осведомлены о его природе, вряд ли смогут распознать его самостоятельно, если не знают определенные маркерные точки. Не осведомленные люди очень часто принимают проявление аутизма за плохое воспитание или недостаточное внимание родителей. Тем не менее, я считаю очень важным, чтобы все, не только родители, но и окружающие, знали о некоторых маркерных точках, которые позволят вам распознать расстройства аутистического спектра и аутизм. Итак, что же это за маркерные точки? Ну, во-первых, нужно обратить внимание на поведение ребенка в самом раннем возрасте. И если он достаточно долго, по вашему мнению и по мнению специалистов, не разговаривает, если ребенок слишком гиперактивен или, наоборот, пассивен, если ребенок не смотрит вам в глаза, избегает этого контакта, если он не любит тактильные прикосновения, да, и когда его, например, обнимают, он старается этого избегать. Если ребенок странно играет, по вашему мнению странно играет, да, например, раскладывает в определенные последовательности одни и те же игрушки. Это те самые маркеры, те самые тревожные флажки, звоночки, которые должны вас побудить обратиться к специалисту. Возможно, специалист не подтвердит ваши опасения, и все будет хорошо, и вы будете спокойно продолжать наслаждаться жизнью и смотреть, как взрослеет ваш малыш. Но, если все-таки специалист подтвердит ваши опасения, то у вас, как раз таки, будет не упущено то самое важное раннее время, когда нужно начать помощь вашему ребенку. И когда действительно нужно прийти к тому, чтобы ребенок получил необходимую помощь, поддержку со стороны родителей, со стороны специалистов, которые позволят ему и социализироваться, и адаптироваться в дальнейшем. Никто из нас не застрахован от того, чтобы у нас появился такой особенный малыш. Аутизм не выбирает. Этому заболеванию подвержены и богатые, и бедные, и знаменитые люди, и совершенно неизвестные нам. Это все-таки очень сложное нарушение, которое нельзя предсказать по той простой причине, что до сих пор не выявлены, до конца не обоснованы те причины, которые вызывают расстройство аутистического спектра. Специалисты высказывают самые разные мнения. Кто-то говорит о генетической предрасположенности, кто-то считает, что всему виной какие-то врожденные патологии, возможно, какие-то нарушения в период течения беременности, в период, когда мама вынашивала МЛШ, возможно, были какие-то воспалительные заболевания. Кто-то говорит о том, что влияют внешние факторы, говорят о негативном влиянии социальной среды, говорят о дополнительных осложняющих экологических факторов. Все эти точки зрения имеют место быть, в пользу их приводятся достаточно веские аргументы, доказательная база, поэтому ни одну из них, естественно, мы не можем отмести. И здесь, конечно, очень важно понимать, что, конечно же, совокупность этих факторов, она, безусловно, может быть причиной того, что возникает такое сложное нарушение, как расстройство аутистического спектра. Сегодня ученые и практики сходятся в том, что аутизм очень многогранен, и в этот спектр входят такие диагнозы, как синдром Каннера, синдром Ретта, синдром Аспергера, ранний детский аутизм, атипичный аутизм и другие. И здесь, конечно, очень важно понимать, что это не один какой-то конкретный диагноз, а это большое многообразие аутистических расстройств. Итак, почему же сегодня набирает популярность такое направление в социальной сфере и в сфере образования, как работа с лицами с расстройствами аутистического спектра? Ну, ответ на этот вопрос достаточно очевиден. На сегодняшний день можно говорить достаточно уверенно о том, что количество выявлений этого диагноза каждый год возрастает. В некоторых источниках можно найти даже свидетельства о том, что в геометрической прогрессии, но я думаю, что мы не будем ориентироваться на такую, скажем так, пессимистичную гипотезу, но, тем не менее, очень многие специалисты говорят о том, что аутизм это болезнь 21 века. На сегодняшний день частота выявления аутистических нарушений составляет 20 на 10 тысяч детей. Это составляет примерно 0,2% от всей детской популяции в мире. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня каждый 160-й ребенок в мире имеет диагноз расстройства аутистического спектра разной нозологии. Итак, что же важно нам еще отметить? Важно сказать о том, что равномерность распространения этого диагноза не одинаковая во всем мире и связано это как раз таки, по мнению специалистов, с тем, что в развитых странах мира в большей степени уделяется внимание выявлению этого расстройства, этого сложного нарушения. Совершенствуются протоколы обследования и, соответственно, выявление таких детей, особенно в раннем возрасте, оно, естественно, будет в большей степени, чем в других странах мира. Нужно отметить, что и Россия, и Ростовская область, наш регион, мы тоже не являемся исключением из правил. И ежегодно статистика выявления аутистических расстройств у детей раннего возраста и детей, которые идут в школу и отправляются на обследование психолога медико-педагогической комиссии, в значительной степени возрастает. К какому же выводу мы можем прийти в связи с этим? Он достаточно очевиден. Спрос рождает предложение, увеличивается количество выявленных случаев аутистических расстройств, увеличивается обеспокоенность родителей тем, что выявлены у детей такие нарушения, и, естественно, возникает спрос и запрос на оказание услуг как в сфере образования, так и в социальной сфере на различные реабилитационные программы. В связи с этим и возрастает, собственно говоря, популярность такого направления, как работа с лицами с расстройствами аутистического спектра. Ну и наконец ответим на вопрос, как же помочь людям, которым поставлен такой сложный диагноз расстройство аутистического спектра. Ежегодно 2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, многие из нас зажигают синим светом свои странички в инстаграм и в других социальных сетях. А делает мы это в знак солидарности с лицами с расстройствами аутистического спектра и их семьями, для которых это также является очень серьезной проблемой. Важно помнить, что этот диагноз не является приговором для ребенка. Чем раньше будет выявлено аутистическое расстройство, чем раньше начнется работа с таким ребенком, тем больше шансов на то, что он будет социализирован, адаптирован в обществе и сможет в дальнейшем во взрослом возрасте вести жизнь, которая практически ничем не будет отличаться от жизни нормального человека. К сожалению, аутизм это не то заболевание, которое можно вылечить, но проявление его, безусловно, можно скорректировать и это дает надежду очень многим детям, у которых есть такое нарушение, как аутизм. На сегодняшний день дети с расстройствами аутистического спектра могут обучаться в специализированных образовательных организациях, а могут обучаться и в условиях инклюзии в самых обычных общеобразовательных учреждениях. И здесь, конечно, очень важно отметить тот момент, который связан с готовностью специалистов, работающих с такими детьми. И готовность эта связана, конечно же, в первую очередь с тем, как взаимодействовать с таким ребенком и, конечно же, она связана с тем, как взаимодействовать с его родителями. Педагоги, которые впервые сталкиваются с такими серьезными нарушениями, с необходимостью работать с такими детьми, естественно, нуждаются в помощи и поддержке. И на сегодняшний день наша кафедра реализует такой очень интересный проект. Реализуем мы его совместно с кафедрой общей педагогики Таганрогского института имени Чехова и со школой Эврикоразвития, со школой 96, на базе которой на сегодняшний день функционирует площадка, областная инновационная площадка по работе с детьми с множественными сочетанными нарушениями, в том числе с расстройствами аутистического спектра. Это очень интересный проект, который мы реализуем при поддержке управления образования города Ростова-на-Дону. Проводим линейку научно-методических семинаров для педагогов, которые работают с детьми с расстройствами аутистического спектра в условиях инклюзии. И именно эта работа, которая является для нас достаточно пролонгированным проектом, до 2024 года уже расписана линейка семинаров, надеемся, что она будет продолжаться и в дальнейшем, мы, естественно, готовы поддержать наших педагогов. Но и не только таким образом Южный Федеральный Университет поддерживает педагогические кадры региона. Подготовка педагогов к работе с детьми с расстройствами аутистического спектра является одной из очень важных задач, одной из ключевых задач для Южного Федерального Университета. Уже третий год в Южном Федеральном Университете реализуется программа «Теория и методика работы с лицами с расстройствами аутистического спектра». Программа ориентирована на подготовку специалистов, которые будут работать с детьми, имеющими аутистические расстройства в условиях специальных и инклюзивных образовательных организаций. На сегодняшний день очень важно, чтобы специалисты, которые работают с такой категорией детей, умели использовать современные инновационные технологии обучения, воспитания, адаптации таких детей, умели использовать различные техники, позволяющие корректировать поведение, умели взаимодействовать с родителями, умели вести консультационную работу, умели направлять и поддерживать тех, кто непосредственно находится в контакте с ребенком, а именно родителей. Наша программа очень интересна не только для педагогов, которые непосредственно работают с детьми в условиях образовательных организаций. В последние годы она привлекает и родителей, которые очень заинтересованы в том, чтобы помочь своим детям в домашних условиях лучше закрепить те умения, те навыки, которые им в условиях образовательных организаций формируют педагоги. И такое взаимодействие родителей и педагогов, безусловно, очень важно. В современных условиях, когда количество детей с расстройствами аутистического спектра ежегодно возрастает, взаимодействие педагогов и родителей является той самой основой, которая позволяет формировать инклюзивное пространство, включающее всех детей в единое поле взаимодействия. И естественно, что для детей с расстройствами аутистического спектра это безусловная основа для того, чтобы они были социализированы, адаптированы и готовы к дальнейшей жизни в обществе. Мы ждем в Южном Федеральном Университете тех, кому не безразлична судьба детей с расстройствами аутистического спектра. Мы готовы научить вас помогать им сегодня, чтобы завтра эти особенные дети сами могли открыть для себя дверь в будущее.